В старые и уж очень далекие времена, когда совок уже агонизировал и во время его кондрашки в него хлынула бытовая техника, о которой мечтали все и с придыханием выговаривали название «видеомагнитофон», пришли и фильмы, не виданных ранее жанров. Нет, речь идет не о панухе, хотя и она тоже хлынула. Одно из самых удивительных названий жанра фильмов была комедия ужасов. В самом деле, о комедиях все хорошо знали. Первые фильмы на видеокассетах «Чужой, Нечто» и, конечно, «Хищник» тоже все успели посмотреть. В принципе, не такие красочные и шеломляющие, но ужасы были и в совке, например, «Злой дух Ямбуя», которые читать-то было жутко, а вот чтобы причислить фильм к жанру «комедия ужасов», надо было хотя бы что-то такое увидеть. Но вот после того, как на кассетах пришла серия фильмов «Байки из склепа», примерно стало понятно, что таким титулом нарекли фильмы, которые можно отнести к черному юмору. Там, где было больше черноты, были байки, а где больше юмора, был «Воздушный цирк Монтипайтон». Кстати, если последний сериал кто-то не смотрел, найдите время и посмотрите. Только удержите себя первые полчаса у экрана. Сразу может не зайти. А после получаса просмотра вы начнете понимать, что нынешняя «зеленая власть» – это не что иное, как реинкарнация того самого воздушного цирка. Но в данном случае больше интерес представляет именно сериал «Байки из склепа». Принцип, который применен в нем, четко укладывается в то, что и как делает нынешняя РФ. И подтверждением тому служат совсем свежие события, произошедшие на линии разграничения армянских и азербайджанских войск. Как мы помним, армяне нанесли артиллерийский удар по азербайджанской территории, в результате чего погибло довольно большое количество военнослужащих, в том числе один генерал и офицеры. В общем, этот эпизод не первый и, очевидно, не последний в этом месте. И по большому счету там нет ничего нового, но наше внимание привлекло сообщение, размещенное в издании «Аль-Арабия». Звучит оно примерно так. «Россия заявила в пятницу, что готова выступить посредником в мирных переговорах между бывшими советскими республиками, а теперь соперниками, Арменией и Азербайджаном, после эскалации боевых действий вдоль их общей границы». Президент Владимир Путин и члены Совета безопасности России выразили крайнюю озабоченность в связи с обострением боевых действий между странами Закавказья, которые вспыхнули на прошлой неделе. Путин вместе с высокопоставленными российскими правительственными чиновниками подчеркнул настоятельную необходимость соблюдения сторонами режима прекращения огня и выразил готовность к посредничеству. В этой ситуации, когда гибнут люди просто потому, что кому-то захотелось убивать, причем не на своей земле, всегда трагедия и ужас. Ну а комедия как раз и заключается в этой большой цитате, которая приведена из арабского издания. Комедия здесь заключена в том, что вот эта самая вооруженная эскалация была исполнена армянами, только и исключительно российским оружием. Если бы Москве не нужна была эта бойня, она просто перестала бы поставлять в Армению оружие и на том все бы кончилось, поскольку больше никто этого не стал бы делать. А раз так, то закончилась бы война и противостояние, поскольку армянам пришлось бы смотреть на вещи реально и решать карабахский вопрос именно за столом переговоров. Думаю, что уже все могло бы закончиться как минимум четверть века назад, но конца и края этому не видно. Более того, на территории Армении стоит огромная российская база, которая однозначно нацелена против Азербайджана. И при всем этом в Москве рассказывают о посредничестве. Гопник выступает посредником между шпаной и тем, кого она пытается избить. И все это высказывается самым серьезным видом и потом также серьезно разносится международными СМИ по миру. Хотя это натуральная комедия ужасов «Московские байки из склепа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова